В Евангелии Христос говорит о себе Сын Человеческий. Может ли это выражение в ряде случаев толковаться в контексте обычного человека? Ведь и мы – Сыны Человеческие. Да, действительно, и мы тоже Сыны Человеческие. В Священном Писании Христос 65 раз называет Себя Сын Человеческий, тем самым как бы усвояя себе всё то человеческое, естественно, кроме греха, что нам с вами сопричастно и кем мы с вами являемся. И это неспроста. Христос показывает, что только то, что восприяло, может и очистить человека. Он восприял человека полностью. Он стал подобен человеку, кроме греха, как говорят святые отцы. И именно это восприятие человека в полной мере даёт нам с вами надежду, что и мы с вами окажемся со Христом, если будем веровать Него, исследовать Его заповедям, то есть проявлять любовь. Но Сын Человеческий Христос называет Себя так не только в Новом Завете, но ещё и в Ветхом Завете. Вот что мы читаем с вами у пророка Божия Даниила в 7 главе. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шёл, как бы Сын Человеческий дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придёт, и царство Его не разрушится». То есть здесь второе лицо Пресвятой Троицы тоже называется Сыном Человеческим. То есть как бы пророчество, а мы знаем, что пророк Божий Даниил за много времён, за несколько сотен лет до пришествия Христа, пишет, именно оставляет своё послание, своё пророчество для иудеев, для эллинов, да и, в общем-то, для всех людей Ветхого и Нового Завета. И вот здесь он прозревает, что Христос, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотится, он будет подобен человекам, Сын Человеческий. И когда мы слышим из уст Христа, что Он сам себя называет Сыном Человеческим, тем самым Он нас уверяет, что Он в полной мере воспринял человеческую природу и через это спасает нас от действия смерти, то есть от греха. Храни вас Господь, веруйте во Христа и будьте со Христом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok